1 апреля в России стартовал ежегодный военный призыв в армию. О нововведениях на срочной службе, а также других законодательных инициативах в нашем обзорном материале. Государственная пошлина на мелкие посылки будет увеличена в несколько раз. С такой инициативой выступили сотрудники Федеральной таможенной службы. Теперь денежный сбор за мелкий экспорт будет равен 750 рублей, а при составлении бумажного оформления – 1000 рублей. Между тем, по мнению специалистов, такие новшества могут значительно снизить сроки доставки посылок и писем. Теперь на каждое отправление придется оформлять приходной ордер, который значительно затруднит работу на таможне. Налоговый вычет на третьего ребенка увеличат в 10 раз. С такой инициативой выступили депутаты Государственной Думы. По мнению парламентариев, необходимо внести поправки в налоговый кодекс. Согласно нововведению, налоговые вычеты семьи, имеющей трех и более детей, могут составить до 30 тысяч рублей. Но с одним условием – заработная плата родителей должна составлять не более 400 тысяч рублей в год. Или в среднем в месяц не превышать 33 тысяч рублей. 1 апреля в России начался весенний призыв в армию. С этого года вступили в силу некоторые нововведения. Так, на каждого призывника заведена электронная карта, в которой содержится информация о биографии, медицинских показателях и специальности. Это упростит и ускорит процедуру назначения на должность в армии. Кроме того, теперь действует уточненный перечень болезней. Изменен ряд заболеваний, освобождающих новобранцев от службы в армии. А граждане с инвалидностью первой и второй группы должны подтверждать ее расширенным пакетом документов. Еще одно нововведение – отсрочку могут получить студенты, имеющие хорошие баллы при поступлении в университет и высокую успеваемость в учебе. Стоит отметить, что первый военный призыв Крыму и Севастополе будет проводиться согласно российским законам. Но новобранцы будут проходить службу только на территории республики. А с 2017 года крымчане будут служить в армии на всей территории России.